Ко мне неоднократно уже поступали вопросы со стороны жителей в части качества продвижения ямочного ремонта. Хотелось бы обратить внимание на тот момент, когда снимается дорожное полотно и несколько дней аспортирование не осуществляется. То есть здесь, конечно, сложно сказать, в каких ситуациях, в каких подряд организациях каких муниципальных предприятий, но предлагаю все-таки обратить на это внимание для того, чтобы сократить вот этот период между снятием дорожного полотна и его аспортированием. В рамках проведения ямочного ремонта. Это первый момент. Второй вопрос касается механизированной уборки дорог у нас в городе. У нас существует местный нормативный правоакт, это правило благоустройства, есть федеральное законодательство, а именно санитарное нормальное правило, которое запрещает механизированную уборку дорожного полотна без предварительного урожения увлажнения. Также неоднократно был и в соцсетях, и, я думаю, каждый уже видел сам, как проводятся у нас уборки. И в рамках правил благоустройства нашего местного нормативного правоакта запрещена уборка в дневное время без предварительного урожения. Но сегодня лично наблюдал, как по улице Ленина ликонизировано убирался улицы без увлажнения. Почему этот вопрос сейчас еще очень актуален? Необходимо понимать, что в рамках карантина многие жители находятся на самоизоляции, открывают окна, потому что уже тепло, но при этом дыши только пыли. Поэтому тоже предлагаю обратить внимание и взорваться с этим вопросом. Что у нас как бы с последнего? Если вы видели, обратили внимание, у нас ежедневно обрабатываются дороги, но, к большому сожалению, может быть не в таком объеме, как бы нам хотелось. На сегодняшний день у нас три единицы техники. Мы составили графики и однозначно приезжаем по всем улицам согласно графику. Второе замечание, я не оспариваю, они абсолютно справедливы. Ну, к большому сожалению, какую технику имеем, такими работаем. Хотелось бы, может быть, получить более современную технику, где вообще бы пыли не было. Но, тем не менее, сейчас мы уже не только ваши замечания, и до этого, для того, чтобы сделать обработку условно-магистрали, мы сначала проводим замачивание, для того, чтобы все-таки сократить объем пыли. Но, тем не менее, хотелось, нравилось, нам не нравилось, мы же должны убирать. Если мы сейчас это убирать не будем, поймем, что все дороги будут гвезди. Мы нашли всех инженеров, конструкторов этой техники. И в Саратове нам помогли организации, курирующие. С ними провели полностью все консультации. Но, исходя из технического состояния этой машины, этих машин технического состояния, мы сейчас получаем, так сказать, все самое возможное. С тем, чтобы минимизировать, максимально минимизировать вот эту пыль при уборке, сначала проходим, еще раз, как Павел Спанов сказал, добавлю, сначала проводим увлажнение, а потом уже машина проходит. Да, наверное, где-то вопрос исполнительской дисциплины, бригадира, где-то, может быть, водителя, отстает, наверное, и контроль, в том числе, с нашей стороны, немножко отстает от того, чтобы на то хотелось. Просто мы уже не раз и с вашей поддержкой обращались за приобретением новой техники. И буквально сегодня я с правительством разговаривал на эту тему, и вчера практически каждый день. Потому что сейчас задача номер один. Было бы, мне кажется, интересно поддержать наших малых предпринимателей по поводу того, если у Палафтодора комбината не хватает техники, этой техники есть и у наших граждан. Пусть, чтобы заключали договоры. КДМ? КДМ-ки есть? И КДМ-ки, и КАМАЗ-ы. И пылесосы? КДМ-ки, наши жители, пылесосов у них нет. Найдут. Мы верим. Вопросов нет. Мы готовы. Но для того, чтобы... Поверьте, поверьте, обменяя всю, и все эти техники, которые есть, да, у нас вопросов нет, наверное. Скоростные отвалы тоже, наверное, мы сможем найти. Газильный блокер. Но с пылесосами у нас ситуация не обстоит, как в ваших годах, и даже сейчас, они просто не вернут. Мы знаем, что у нас все, кто пытается в лицо. Все управляются.